1957 года. Комната в коммунальной квартире. Она маленькая, но находится в самом центре города, в начале улицы Горького. В окно видна Спасская башня Кремля. Бьют куранты. Окно комнаты открыто, с улицы доносятся веселые голоса, играет гармонь. Она отходит от окна, идет в центр комнаты, где открыт праздничный стол, что-то переставляет, проверяет сервировку. Входит он, на нем длинное кожаное пальто, в руках круглый чемодальчик, чемодальчик-балетка. Я не успел? Я не еще помолвала. Опять курила? Ну прости, прости. Подходит к нему, целует? Я немного нервы. Все купила? Как заказывала? И даже хлеб. Пришлось огромную очередь достать. Он открывает чемодальчик, достает хлеб, консервы. Так, ну крабы в последнюю очередь. А цветы, цветы не забыл? Да не себе эти цветы. Достает из-за пасухи три гвоздики. Мама всегда говорила, цветы – лучшее украшение стола. Ставит цветы в вазу. Он достает из чемоданчика две бутылки водки. Вот, вот лучшее украшение стола. А вино? Верочка теперь пьет только вино. Он достает бутылку вина. Я купил лидию. А кто такая Верочка? Верочка Волошина. Мы служили вместе. Она сейчас такая дама, вот посмотришь. Ой, как она одевается, картинка. Говорят, у Любови Армой нет таких мехов, как есть у Верочки. Хочу тебе тоже ганжетку куплю. Ну при чем здесь ганжетка? Глупый ты человек. Не платье красит человека. Верочка сама по себе красавица. Скульптор Шаром взял с нее девушку с веслом. Ну, ну, ты не очень. Юрочка, боже ли, очень ревнив. Это муж? Муж, муж. Так, он сядет рядом с Верой. А где сяду я? Со мной, но только при случае, если снимешь, наконец, плащ. Прости. Он снимает плащ. А кто еще будет с твоей стороны? Ты это так произнес, будто у нас с тобой сегодня свадьба. С твоей стороны. Давай договоримся. Здесь сторон нет. Мы все просто собрались, чтобы отметить годовщину Великого Октября. Согласен? Как скажешь, Заянка. Вот и славно. А своей стороной... Смею-то разил меня своими сторонами. С твоей работы кто будет? Да я никого специально не приглашал. Толику Парфенову дал адресорку. Может, заскочит. Это твой боец? Будущий чемпион? Хороший парень. Скромный. Холостой. Надо его рядом Женьке посадить. Женечке еще рано об этом. И сидеть за столом вместе со взрослыми тоже не стоит. Что ж ты ее на кухню отправишь? Зачем? У них сегодня в школе праздничный вечер. Потом она отпросилась в гости к подружке. Значит, Толь зря придет. Что значит зря? Ты что, с водничеством решил заняться? Даже мыслях не было. Смотри, у меня Женька еще ребенок. Я отвечаю за нее. А это место для кого? Указывает на почетное место во главе стола. А я тебе разве не сказала? Еще будет Аркадий Петрович. Какой Аркадий? Гайдар, дурачок. Сам? Собственной персоной. Так что ты на это место водку не ставишь. Убирай бутылку. Ты мне так и не рассказала, как мы с ним познакомились? Разве? Мы познакомились перед войной в санатории в Сокольниках. Я восстанавливалась после менингита. Мама все переживала по поводу нашей дружбы. Ревновала. Но войну Аркадий Петрович здорово нас выучил. Устроил маму лектором АЦК КПСС. Ну и с комнатой помог. Иначе жили бы до сих пор в бараке на Соколе. Она ставит водку на другой конец стола, на второе почетное место. А здесь у нас кто? Возможно, Давыдов заедет. Но я не уверена. Так что оставим это место пустым. Давыдов? Первый секретарь московского комсомола. Мой начальник. А этот твой Шелепин тоже будет? Ну что ты. Шелепин сегодня в Кремле на правительственном приеме. Вы Соколька. Железный Шурик делает карьеру. Вот у кого тебе надо учиться. Заяц, если высоко летать, падать, больно будет. Сейчас не те времена. Времена всегда одинаковые. Знаешь, с такими мыслями я тебя очень прошу. Не врубай хохла. И вот эти свои воспоминания о голодном детстве. Давай в другой раз. Не та компания. Хорошо. Как скажешь. Только ты сама себя говоришь. Я за правду. Это само собой разумеется. Я не отказываюсь. Но всему свое место и время. Как скажете, Зоя Анатольевна. Ну вот, обиделся этот чудак-человек. Про то, что мы собираемся жить вместе, тоже им не скажешь? А зачем? Это же такая проза, несчастная. Как ты не понимаешь? Раньше это называлось помолвкой. Так это раньше. Тогда и девушек. И без их согласия замуж отдавали. Вспомни неравний брак Крамского. Это какой-то кидо? Ой, надо будет записать себе в обязательном порядке отвезти тебя в Критиковскую галерею. Тебя же культурным людям совестно показывают. Он молчит. Ну почему опять надолвся? Что я такого сказала? Из коридора доносится звонок телефона. Межгород? Он рассеян. Кажется. Это мама, я сейчас. Она выходит из комнаты, оставшись один, он подходит к радиоле, ставит пластинку, звучит музыка. Он решительно идет в стол, открывает бутылку водки, наливает в стопку, выпивает. В комнату возвращается она. Как мама? Она не отвечает. Что-то случилось? Она не сразу. Шуру арестовали. Как? За что? Они пошли на демонстрацию. И он ударил милиционера. Милиционера. Ничего не понимаю. Как ударил? За что? Тот что-то сказал по поводу Сашиной девушки. Что-то оскорбительное про ее национальность. Она еврейка. Так, надо бежать. Надо ехать. Куда? Зачем? На Ленинград? У меня есть знакомые в кассах. Я сейчас же пойду за билетом. Никуда ты не поедешь. Никто никуда не поедет. Ну почему? При обыске у Александра нашли запрещенную литературу. Что? Какую? Какую еще литературу? Не знаю, какая разница. Не все ли равно? Очень большая разница. Не мне тебе говорить. Ты прав. Они могут подумать, что я тоже в этом замешана. Да кто они? Надо что-то делать. Запишусь на прием к Шелепе. Ну завтра же надо убедить его, что я здесь ни при чем. Я ничего не знала и не могла знать. Ты никуда не пойдешь, слышишь? Почему? Я тебя не пущу. Но это абсурд. Я должна пойти. Я сумею его убедить. Я это умею. Как? Как меня убедила? Вы двигаться у депутата? Что? Что ты сказал? Бьет его по щекам. Скот. Грязный скот. Животное. Скот выходит из комнаты. Дима. Димочка, не уходи. Не бросай меня. Ты не можешь меня бросить. Она бежит за ним. Темнота. Сцена шестая. 29 ноября 1957 года. Ее комната. Окно плотно закрыто одеялом. Она лежит на диване у крыши с головой пледом. Входит он. В руки чемодан. За плечами вещмешок. Ищет рукой выключатель. Не включай свет. По какому случаю светомаскировка? За мной с улицы подсматривают. Он молчит. Как съездил. Хорошо. Видел твою маму. Теперь молчит она. Зоя, я открою окрону. Голова болит. Свет глаза режет. Потому не закрыла. Уже вечер. Тогда открою. Тут ненадолго. Он идет к окну, срывает одеяло. С улицы в комнату проникает свет фонарей. Ты одна? Я всегда одна. Не смешно. Где Женя? Я отправила ее к родителям. А вот это тем более не смешно. В Тамбок? Посреди учебного года? Она беременна. Что? Эта малолетняя дрянь забеременела. Беременная пионер-пожатая. Представляешь? И... Кто отец? Надеюсь, что не ты. Зоя! Не кричи! Зоя! Само-самое, разумеется, тебя никто не подозревает. Я еще в состоянии сделать простые арифметические подсчеты. И на том спасибо. Пауза. Вы победили? Что? А, да. Толя Поксёнов взял золото. Поздравляю. Как Ленинград? В ноябре там особенно мерзкий, не так ли? Ну что ему сделать? Состоит Ленинград? Твоя мама... Голова болит, ничего не помогает. Может, доктора вызвать? Это тебе моя мама посоветовала? Что? О чем ты? Сдать меня в больницу, она даст. Зоя, не дули! Она так один раз уже сделала. Да что с тобой? Ты как заевшая пластинка. Вопросы, допросы. Хватит, спрашивает. Встает. Я сейчас оденусь и поеду. Куда? Она молчит. Я вызываю врача. Если ты это сделаешь, я и вправду уйду из дома. Никуда ты не пойдешь, это твой дом. Ты не знаешь, где мой дом. Никто не знает. Фауза. Я привез тебе подарок. Мишек на севере? Нет. Он снимает вещмешок, достает оттуда лисью горжи. Мертвые леса. Не нравится? Она мертвая. Он пытается шутить. Живых у них не было. Зачем ты пришел? Когда ты уехал, я была уверена, что ты не вернешься. Я на соревнованиях был. Чемпионат Союза. Меня не было всего пять дней.